Трое садоведовоевых, разделиша землю, сим, хам и опять. От великого потопа до крещения Руси. Спектакль «Повесть временных лет» создан по мотивам фрагмента летописи монаха Нестора. Текст повествования на древнерусском, а выразительные средства вполне авангардные. Тревожно-мистическая музыка, лаконичные декорации, видеовключения, а вместо привычных для кукольного театра петрушек – деревянные болванки, автомобильные шины, ведра и веники. С этим реквизитом постоянно приключаются казусы. Веники вносили, швабры использовали, которые у нас в спектакле. Просто одевали тряпку, выходили и убирали. А мы думали, швабры стоят. Я говорю, это спектакль швабры. Эксклюзивную постановку именитый режиссер Александр Янушкевич создал специально для Тольяттинского театра кукол в год его 45-летия. Спектакль рождался экспериментальным путем. Актерам вручили странные предметы и смотрели, что из этого выйдет. Исторические фигуры первого века Александр Янушкевич рисует широкими мазками, смело миксует косоворотки и спортивные костюмы, уверенно стирает временные границы. Впервые приехал в Тольятти, и он говорит, ребята, у вас же тут целый цикл фильмов, вот эта «Жигулевская битва», «Битва за Жигули», «Битва за вас». Все это тоже история. Это, в принципе, те же самые люди, только в других обличиях. Как Олег захватывал Киев. Он пришел, грубо говоря, реки, захватил этот Киев и сказал, теперь я здесь главный. Повесть временных лет – первая тольяттинская постановка, которая номинирована на российскую национальную премию «Золотая маска». В марте она будет участвовать в конкурсе в трех номинациях – куклы-спектакль, работы режиссера и художника. А пока эту театральную историческую головоломку продолжают разгадывать в Автограде. Подсказки – это и музыкальные фрагменты, и детали одежды, и летописные факты – умело вплетены в инсценировки. Каждый жест и предмет многосимволичен и неоднозначен. Шумным правителям контрастно противопоставлен образ народа. Безмолвные деревянные болванки стойко терпят все. И словно фениксы с пепла раз за разом возрождаются из опилок навстречу новому удару судьбы. Режиссерская трактовка истории порой иронична, а порой горька до слез. Я на репетициях плакала на некоторых моментах. Я бы сказала этим спектаклям, что народ есть, его надо видеть, его надо любить. И достается народу ой-ой-ой как. Ирина Грумеза, Андрей Костомаха. Новости губернии.